вот проходила мимо розочки которую нам подарили на выставке и посреди как она распустилась и в светотени очень красиво было бы ее нарисовать с натуры мы иногда не должны работать над тем что мы умеем стилизовать цветок а иногда просто взять из натуры осознанно провести ее как будто бы это геометрическое строение или даже архитектурная форма и посреди по листикам мы идем в освещение слева слева у нас свет мы идем и смотрим как они составлены эти листики и заодно себе подсказываем знаете чем штришком как во внутрь заходят вот эти прожил очки да и мы подсказываем как заворачивается листик и сразу же мы вот чашечка да вот это которая изначально маленький такой как рюмочка предмет а потом он облекается уже такими большими листьями так и вот давайте смотрите вот это да высунул язык и посмотрите мы должны сами себе подсказать что сюда пойдет свет самый большой вот этих распустившихся лепестков которые сложены в такую сложнейшую спираль эти мы себе штрихом подсказываем как идет материальность листа да как она заворачивается вот а здесь уже тени ушечка пойдет до этого треугольничка так кто у нас вот здесь пойдет вот она была вот раз два три это донышко а вот здесь пойдет тенька да вот это пусть такая тенька и остается до 5 . остается и вот сюда мы ее и вот посмотрите еще вот на этот язычок как он высунет свой свою освещенность не так ярко как вот здесь да а вот здесь наоборот будет темно рассуждаем как свет пойдет по этому листику вот здесь кромочка все-таки должна быть кромочка как у тарелки мы когда рисуем кромочка здесь очень остренько видите какой цветок красивый так а вот этот видите листик он пойдет в территории полутона очень тихо и спокойно ну прям как будто бы сепийкой гладим этот цветок этот лист и подсказываю себе в каком направлении будут идти заворачивание листа посмотрим все ли мы сделали вот здесь еще один рубашка это версилия рубашечка она зелененькая она будет в теневом таком территории тени вот и здесь кусочек рубашечки такой тоже то есть иногда можно с натуры порисовать но все время слушаться что она говорит как она заворачивается своими лепестками вовнутрь вот чувствуете ее бутон вот он бутон значит мы пожертвовали вот здесь некоторыми листиками которые тоже вошли в свет этого бутона и вот здесь пожертвуем здесь тоже общий свет будет пожертвуем перечислить перечисленностью вот и конечно же вот она да там не будет видно а мы сами знаем как роза вот там наверно будут немножко таких рубашечек видно к нему потолще она идет иголочки очень удобно рисовать белой сестью и мы сразу видим свет можем нажать свет сразу же а тени оставляем картонкой поперёк челяночки поперёк поперёк допустим и что нам еще было неплохо вот он да и и лист давайте посмотрим лист освещение мы с вами изучали что освещение делается на сгибе листа и толщиночку и даже знаете зазубринки колюченькие как лист и у этого листа иногда бывает еще второй и третий это я уже знаю поэтому я рисую и что мы можем здесь подсказать людям допустим на латыни до написать там голландская роза вот здесь и будет вот такой вот рисуночек которые вы сможете всегда взять в рамочку и подарить кому-нибудь или сами дружить как бы дружить с цветком на доме так что мы еще можем конечно у нас вот он было неплохо его нарисовать давайте не распустившаяся версии века смотрите вот здесь этот паучок он зацепил вверх не вниз а держит еще и и и до бутон держит паучок этот рубашка чтобы он спокойно себе созревал и вот там допустим да мы здесь германии жили в каком отеле что-то с розами сразу роза розы какой-то что-то с розами роза все кто научатся рисовать розу это все равно что выучить пластическую анатомию человеческого лица понимаете такой же вес имеет то есть это главный герой среди цветов конечно королева цветов королева поэтому первая у елены ильичовой рисовать розы у нее богатый опыт в этом а